Построили его на территории 18-й средней школы. В нем будут проходить уроки физкультуры у учеников с 1 по 11 класс. Также новые бассейны станут тренировочной базой для воспитанников местных спортшкол. Поздравить горожан с этим событием в Коренновск приехал полпредпрезидента Владимир Устинов и руководитель региона Вениамин Кондратьев. На открытии оба вспоминали свои школьные годы. О таких спортивных стадионах и крытых комплексах могли только мечтать. А для Устинова строительство этого объекта стало особенным. Еще и потому, что сам он бывший выпускник этой школы. 50 с лишним лет назад мы тоже входили впервые только не в этот плавательный бассейн, а в эту школу. И тогда мыслей такого не было, что у нас может появиться рядом такой плавательный бассейн. От души поздравляю вас всех с этим великолепным праздником. Мы не имели той возможности, какую сегодня имеете вы. Мы не могли даже представить, что может быть в Коренновке или в станице плавательный бассейн. И вопрос даже не в высоких достижениях спортивных, а в том, что есть возможность просто заниматься плаванием. Просто проводить досуг. Все, что делается здесь, делается для вас. Для того будущего нашей большой Кубани и великой страны. После тажественной части Устинову и Кондратьеву провели экскурсию по комплексу. Показали два бассейна. Один глубиной чуть больше метра для обучения малышей, другой для занятий более взрослых ребят. Но перед уроками в воде сначала юные спортсмены будут учиться плавать на суше в специальном разминочном зале. К слову, этот комплекс далеко не единственный новый соцобъект. В Коренновске заканчивают строительство ледового дворца. На его арене будут проходить не только тренировки, но и соревнования различных уровней. Возводят в городе и акушерский корпус районной больницы, рассчитанный на 60 мест. Открыть его планируют уже в следующем году.